Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Да, друзья, мне кажется, этим днём, этим вечером в эфирной студии телерадиоканала «Страна ФМ» будет очень жарко. Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас приветствуем и с большим удовольствием сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы «Дайте два!» Здравствуйте. Людмила Махова, лидер коллектива. Люсь, очень приятно видеть тебя. Ну и, конечно, всю команду. Такой волшебный улыбкой. Я к чему? Хотелось бы, чтобы ты сказала несколько слов о тех музыкантах, которые сегодня с тобой в эфирной студии «Страна ФМ». Представь, пожалуйста. У нас вообще четыре фронтмена, и мы все здесь. За нами ещё бойцы, но их не видно. Рассказывай дальше. У нас четыре фронтмена, которые все здесь. Это Роман Пальмов, который играет на гитаре. Максим Фирсов играет на басу и на крутой клавишке. И Кирилл Качанов вообще главный. Кирюха, привет! Главный вообще! Ну, потому что да, потому что ударное, потому что всё без него. И как-то всё будет акустически звучать, что ли, так, да? И вот, спасибо за нашу встречу. И спасибо отдельно за этот потрясающий, конечно, микрофон. Потому что, ну, вот в нашей студии такая красота впервые. И вообще, то есть у нас три тысячи практически артистов и гостей за три года. И никто же не додумался до такого. Ну, приносят какие-то с собой, ну, блестященькие, ну, со стразиками, ну, там, чем-то ещё. Ну, позолоченные были, всякие были микрофоны. Ну, вот чтобы это была такая красота, я сейчас уверена, крупным планом показывают операторы. Громко ли они подпевались? Чудесные кожаные мишки. Они вообще сами пришли. Ну, я не сомневаюсь. Я жалко пропустила этот момент. Они шли от беговой, устали, сейчас висят отдыхают. Они видели, что на парковке было, не могла найти, куда входить. И у меня парни показали вот как раз. То есть сначала бегут 10 маленьких медвежат, потом я с криком. Куда, куда, это вообще нормально было, но ищите в ютубах. Они, в общем, тебе всё показали, дорогу верно указали. И просто мишки, они ещё и с серебристыми какими-то ошейниками, или что это такое? Это альтерага мои, которые будут страдать за меня, если что-то пойдёт не так. А кайфовать буду я, если что-то пойдёт не так. А это очень удобно. Это очень удобно, кстати. У нас принцип разделения труда. Скажи, пожалуйста, наверняка все тянутся и все хотят вот это вот потрогать, пощупать, обязательно прикоснуться. Тебе не приходится на концертах, на выступлениях, на каких-то таких квартирниках табличку вешать? Не трогать руками. Пусть трогают. Да, тебе не жалко совсем. Наше искусство интерактивно. Ну что делать, заменим павших бойцов новыми. Пошьём других медведей, говорит нам Люда. Нет, между прочим, у них очень хороший мерч, Саша. Очень хороший мерч. Я посмотрел на сайте, прекрасно. И за это отдельное спасибо, ребята. Ну, я даже узнал, что такое ланьярд. Ты знаешь, что такое ланьярд? Мы ими пользуемся годами и не знаем, что это такое. А это что? Скажи, пожалуйста. Просветите, просветите. Это бейдж-кипер. Вот, Саша. И проще стало жить после этого, да. Ленточка со шнурочком. С карабинчиком. Ленточка, да, на ленточке карабин. На карабин цепляется всё самое ценное. И ходите, радуйтесь. Люся, спасибо. Мы понимаем, это филолог, понимаешь? Нам всё объясняется. Ой, боже, конечно. Не, филолог. Теоретик перевода. Теоретик перевода. Это большая разница, да. Ребята, ну наша встреча сегодня, она, конечно, должна была состояться. Тем более, что у вас очень хорошие классные новости впереди для ваших поклонников. Ну, это какой-то рекордный тур концертный. Это первый наш большой тур. За 12 лет, получается, да? В маленькие туры ездили, в большой ещё никогда. Нас никто не брал, и мы взяли сами себя. Ну, а что такое большой тур для группы Дайте 2? Сколько это городов и весей? Сколько лет вы будете, не будете дома находиться? Мы берём с собой любимую кожаную мебель, торшер, лайнярд и бейджкипер. То есть тур будет глобальным. Нет, на самом деле, в 18 городов мы будем так или иначе попадать домой всё равно. То есть тур будет... Грамотно очень так всё расстанет. Да, хорошо. У нас служба логистики работает безупречно. В выходные мы где-нибудь рвём танцполы далеко от Москвы, а потом ко вторнику нарисовываемся дома и приходим в чувство к следующей неделе, к следующим выходным. Понятно. Все города и весь тогда ждут афиш в своём городе или на сайте официально в соцсетях смотрят графики выступлений. Ну, а что интересненького везёте-то своим поклонникам по России? Везём несколько новых песен. Потом недавно у нас клип выходил на песню в роуминге, и всё обошлось. Набрал рекорд просмотров. Видимо, люди во всех этих городах как-то ждут, смотрят, что же у нас такое происходит. И, может быть, это не какие-то миллиарды, там, как... Накрученные. Ах, сейчас накрученные. Не какие-то накрученные миллиарды, я и говорю как раз. Нет, ну давайте... Вот мы живём в той вселенной, где никто ничего не крутит, и вот кого-то молодых, талантливых могут миллиард раз посмотреть. А нас посмотрели не миллиард раз, но свои рекорды мы побили абсолютно все и просто вдребезге. Пустите нас ненадолго, пожалуйста, в свою маленькую вселенную музыкальную. Это мы к тому, что переходим к музыкальной части нашей программы. Затем и пришли. Отъявляет первая песня. Она называется «Веселиться». Поехали. Мы это любим. В начале коротко о главном. Возможно, нас будут бить, возможно, мы проиграем. И это нифига не забавно. Наше веселье печалит, на разом крепчает. Мы вымираем, как динозавры. Мы распилили бюджеты, отравили планету. Все столбили, все места в преисподней. Да виноват в этом каждый, да нас за это накажут. Возможно, даже завтра, но не сегодня. Сегодня можно веселиться. Сегодня можно, можно веселиться. Именно сегодня можно веселиться. За все придется отвечать, но не сегодня. Сегодня можно веселиться. Теперь давайте помечтаем О том, что эра водолея Нас уже пожалеет И любезно разрешит нам остаться Мы разберемся во всем сами Мы будем молодцами Не соскочим с марабанских дистанций Мы сможем переродиться И полюбим трудиться Станем лучше, чище, проще, свободней Тот мир, который построим В нём каждый будет героем Начинаем завтра, но не сегодня Сегодня можно веселиться Сегодня можно, можно веселиться Именно сегодня можно веселиться За всё придется отвечать, но не сегодня Сегодня можно веселиться Именно сегодня можно веселиться За все придется отвечать, но не сегодня Сегодня можно веселиться Никаких философских проблем нет Есть только анфиладо-лингвистических тупиков Вызванных к неспособности языка отразить истину Жаждешь крови? Хлыстай себе кровь А хочешь жить и радоваться? Живи и радуйся! Сегодня можно веселиться Сегодня можно веселиться Именно сегодня можно веселиться За все придется отвечать, но не сегодня Сегодня можно веселиться Сегодня можно веселиться Именно сегодня можно веселиться За все придется отвечать, но не сегодня Сегодня можно веселиться Да, и мы это делаем, друзья! Группа Dite2, концерт из зала «Страна-ФМ» Люся, ну эту песню каждый день надо слушать. С нее надо начинать каждый день. Ну теперь бы тоже бы, потому что сейчас зазвучало настолько актуально. Особенно осенью и зимой, и весной. Ранее только с этой песней, друзья. Слушай, с какого года, с какого периода началось рок-н-ролльное веселье в жизни девочки, которая играла в музыкальной школе на скрипочке? Сразу. Там вот в музыкальной школе и началось. Ну как это бывает? До начала специальности, да, ты, пока педагог не вошла в кабинет, играла там что-нибудь такое, что там, не знаю, Алисуна, так далее. И скинчего что-нибудь. На детской, на восьмушке. Ну да-да-да. Да-да-да-да. И мей-мей, бах, пошел дальше. Букол-бананер. Ну, ну, серьезно. Подожди, получается, что ты музыку эту любила с раннего детства? Я имею в виду не классическую как раз, а рок-н-ролл, что-то вот в этом. Вы знаете, что младенцы очень хорошо засыпают под песни группы Дорс. Вот я как раз тот младенец была. Родители, то есть, привили любовь к этой музыке, да, получается? А если бы они тебе ставили какого-нибудь другого артиста, Льва Лещенко, например, или Иоаннча когда-то засыпала, можно сказать, что по-другому бы сложилось твое творчество, да? Более, выносится печаль. Было бы интересно тоже, думаю, ничего. То есть ответственность полностью на родителях. Вот оно. Что выросло, то выросло, называется. Ну, кстати, как родители вообще относятся? Гордятся как, радуются, да. Подпевают? Так бывает. Не без этого. Что-то говорят. Люсь, прекрасная песня. На концерты ходят? Ходят, конечно. И, соответственно, на ноябрьский московский концерт тоже придут? Обязательно. 23 ноября. Давай расскажем, да. Концерт с черно-белым дресс-кодом. Можно просто оказаться в черно-белых вещах любых, а можно нарядиться зеброй, пингвином, космонавтом, кем угодно, лишь бы это было черное или белое. Можно мишкой нарядиться с серебристым. Ну, жарковато будет, потому что тут визи большой, там ждем много народу. История Нина Ванча Бе, да, там многие любят, конечно, ее очень и в фотографиях, и в декоре, и во всем, во всем, во всем. Но почему именно тобой и вами был выбран вот такой дресс-код? Потому что у нас очень крутая публика, они великолепно себя ведут в зале на наших концертах, от хороводов до Wall of Death, Мож Пит, и что там на тяжелых рок-концертах полагается. Поэтому мы хотим снимать не только нас в этот раз, вестись в видеосъемку концерта, но и сделать больший акцент на нашу уважаемую публику. А чтобы они все были красивыми, я говорю, ребята, надевайте черно-белое. Они все цвета между собой хорошо сочетаются. Вот как, конечно. То есть все для телеистории было продумано, здорово. И ведь, насколько я понимаю, там не просто публика, там целая мафия у вас. Мафия, да. Как в фильме «В джазе только девушки» клуб друзей итальянской оперы. У нас вообще фанатов нет. Мы говорим, не сотвори кумира себе. Мы простые скромные люди. Но у нас есть клуб друзей итальянской оперы, который называется «До два мафия». Да, они нас любят и слушают, всячески нам помогают, удивляют, ходят на концерты. Получается, у нас клуб «Изи мозг» у друзья. Начало концерта в ноль тридцать, там поздновато. В ноль тридцать? Да, нет? Нет, в двадцать. В двадцать часов тридцать. Здорово. Хорошо, приходите в двадцать. В двадцать тридцать уже все. Уже оступатель начинается по расписанию. Куда ж нам? В двадцать тридцать. ЧБ. Эта одежда есть абсолютно, мне кажется, в гардеробе у каждого человека. Что-нибудь черное, что-нибудь белое. А вот, конечно, костюм «Зебрта» и «Пингвина» это не у каждого в современности есть. Хотя больше, чем по сравнению с былыми временами. А вдруг среди нас есть зебры или пингвины? Надо ждать им как-то явить потенциал миру. И, наконец-то, да, рассказать, кто они есть на самом деле. И не смотрите, что я Маша. Маша из бухгалтерии, я на самом деле зебра. Грациозная зебра. В черном обтягивающем костюме, да. У нас... Людь, а если... Ну, подожди, а если про тебя говорить, то... Ну, давай так, какое же ты живот? Я... Грациозная белая медведица. Ну, очень грациозная. Ну, прям совсем-совсем грациозная. Нет, а знаете, как в книгах старых там лебедь белая, вот почему никто не говорит медведь бурая? Ну, теперь будут говорить, тебя послушали. Так, а ребята... Ах, вот моя медведь бурая пошла. А ребята у тебя кто? Как ты видишь? Ой, а вы кто, уважаемые коллеги? Гусь, сайгак. А теперь, наверное, кто есть кто? Индаутка. Интересненький составчик у нас сегодня в гостях, друзья. Впервые на телерадиоканале Страна ФМ, я вам хочу сказать, да. Ну, давайте что-нибудь исполним, дорогие наши друзья, четвероногие друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больно, уже поздно, уже можно. Зачем себя искать? Сфирам, дирадивы победили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЙСКА 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 Генералы дебатных воск, вата наш мозг, наша мораль воск. Дай себя установить, смысл начинать, пытаться что-то делать, все уже схвачено. Синька чмо, а завтра прошу пить. Нулевай, выше килобатта, формат и себе наболивает. Сутствие силы, воли не поддается речению. В трудное время плывем по течению. И если более весомых аргументов нет, будем ссылаться на борсток. В этой стране мы жар не загребаем, железо не куем, мы строго критикуем и советы раздаем. Искусство делать невозможно, оставаясь чистым. Наденься на обоих, встретим арти-выстрелить. Пока имели на печи, ничего не случится. Идешь на тусе, захватив его и чипсы. Не больно Или уже поздно, Быжем можно Зачем себя искать в милом, дегратируя Победили Зиманные войска, больно Это мы, вечно недовольные Короли контр-вопросов, интернет-воины Всегда на панике, хотим туда и пряника Но как-нибудь так, чтобы без зублеводов не больно Давайте хаотично разобьемся на бригаде Будем стебать успешных и завидовать богатым Потом заходим в сарафанное радио Но не по делу, исключительно забавы радио Но не преклонно, нас не разубедительно сильно Мы не читали книги, но смотрели трейлеры К фильмам вполне достаточно, чтобы орать капс локом Железная охватка, лужёные блоки А мы хорошо демотивированы и резорчены Ели бешеные, но сами себе отмешни Мы биомассы, МСП, трёхсекузной памяти Путь и не сбить те, кто никуда не хочет идти Вольно, уже поздно, уже можно Зачем себя искать с миром, дегратируясь Победили, сыванные войска Вольно, уже поздно, уже можно Зачем себя искать с миром, дегратируясь Победили диванные войска Больна, уже поздно, уже можно Зачем себя искать миром? Декратируй, поверь ты ли. Диванные войска. Вольно, уже поздно, уже можно. Зачем себя искать миром? Декратируй, поверь ты ли. Диванные войска. Дайце 2. Вот уже вторая песня, которая прям в рифму звучит с названием группы. Это прям специально, мне кажется, да? Спасибо, ребята. Очень круто. Диванные войска вообще как-то реагируют, пишут, что вы нас трогаете. Зачем вы, так сказать, усугубляете проблему, рассказывая о ней? Ну, они же аморфны, что они могут написать? Слушай, ну а как вы отдыхаете? Нет такого, что иногда в эти вот войска входите? Обязательно. Да, бывает? Люсь, или все больше диссертация какая-нибудь защищаешь? Не защитила, не поверите, это позор. Подожди, культурно коннотированный компонент в семи переводах романа Льва Толстого, Анна Каренина? Да. Было дело, и она лежит написанная, предзащиту прошедшая и незащищенная. Что для этого необходимо, скажи? Случилась группа Дайте 2, надо было быстро принимать решение, либо я там дальше на филфаке СПБГУ остаюсь, либо здесь вот сейчас с вами стою. Если бы ты осталась, что бы там, какая-то карьера была бы, что там вообще? О, да! Я думаю, да, да? Да, Люсь? По стране АФМ бы точно не показали. Нет, ты зря так думаешь. Мы, впрочем, занимаемся просветительством. Вот сейчас благодаря тебе хотим и рассказать, что такое вообще культурно-коннотированный компонент в семи переводах романа Льва Толстого, Анна Каренина. На самом деле, культурно-коннотированный компонент – это мило, просто интересно, и каждый из нас с этим сталкивается. Это слова, такие типа лапти, балалайка, водка, матрешка, которые обозначают понятия, отсутствующие, например, в культуре языка перевода. Вот я на английский перевожу, и мне нужно сказать, что балалайка – this is a piece of shit with three strings. И так не звучит атмосферно – балалайка. Нет, можно еще написать балалайка, поставить звездочку и дать сноску, и в сноске написать то, что я сказала там про piece of shit. А для кого вообще это нужно? Кому это нужно? Любому человеку, который занимается либо туризмом в качестве хобби, либо вообще любому человеку, который пытается с иностранцем поговорить. Ну вот твоя диссертация, она же могла принести пользу, наверное, нам, туристам. Я ее потому и не защитила, что она не принесла. Очень хотелось писать на другую тему, на тему перевода речи людей, находящихся в состоянии измененного сознания, необходимости в медицине катастроф и так далее. Но посмотрели на меня научные руководители мои и говорят, а как ты будешь примеры собирать? Я говорю, с Красным Крестом поеду раненых вытаскивать и заодно записывать на диктофон, что они говорят. Все из жизни. Вот тебе Томик Толстого, точнее не Томик, а Анна Каренина. Девочка, займись-ка. Да вот этим, пожалуйста, почитай на досуге, вспомни как раз, в чем там сюжетец. И семь переводов еще читала, не только оригинал, но и семь переводов. Знаете, какая самая главная была мысль? Хорошо, что не война и мир. Семь переводов. Это что, так много действительно переводились? Во-первых, существует более семи переводов этой книги. И они зачем-то это делали и продолжают делать. Бездарно, наверное, большее количество. Отличные переводы? Все отличные и все разные. Вообще разные произведения, я так понимаю, получались. Версты в акры в семи вариантах, по-моему, есть пять разных версий. То есть они пересчитали версты в акры и у всех получилось по-разному. Монетарию, что с них взять? Слушай, ну... Да, Ром, я хотела спросить, Люска, а вот эти все знания, которыми ты обладаешь, они, скажи, тебе больше помогают или мешают все-таки в творчестве и в написании песен? Вот есть такое, господи, ну была бы поглупее. Вот сейчас бы вот тын-тын-тын, и попроще бы написала бы, и все. Что я сижу, заморачиваюсь тут? А вы знаете, кто обычно так говорит? Те, кому образование не досталось. Тоже верно. Да. Да. Имея теор-базу, все гораздо легче. И какие-то передовые штуки даются гораздо легче. Например, можно аккорд придумать, сочинить красивый. Там два часа мучиться, а можно его просто посчитать, и он вот такой. И украсить. И на это уйдет не два часа, а две секунды. Поступайте в музыкальное училище. Ну вот такие-то словечки, типа нафига там и даже чему? Там вот, у тебя это слово, не знаю, можно произносить или нет, в эфире. Ты себе легко позволяешь в своей речи, в своих песнях. Позволяю. А мат, кстати, есть у тебя? Вот я знаю, что ты, в общем-то, вообще ничего плохого против этого языка не имеешь. И говоришь в своем интервью часто. А и в песнях тоже есть, да, эти два, да? Мы просто... Мата нет, но вообще... А ну между песнями могу вставить. Конечно, я же к этому отношусь нормально. По одному из образований все-таки теоретик перевода. Это все равно, что медработник, который голых людей не любит. Да, странно было бы, действительно. Да, инвест, который не любит мат, это было бы вот бы номер. Слушай, а в каких языках еще, ну раз уж об этом заговорили, есть такие же красивые слова, вот атмосферные слова, энергетически заряженные? Да во всех, обязательно. Ну, которые могли бы соперничать с русскими словами. Понятно, что может быть в других языках. Это отдельная работа, мне кажется, отдельная диссертация. Есть целый сленговый словарь, вот говорят, английский мат не так велик, могучий богат, как русский. Не так прекрасен. Пусть они все скачают себе бесплатное приложение Urban Dictionary, кто так считает, и разубеждаются в день по слову по два. Да, друзья, просто мы малоинформированы. Сегодня все-таки, конечно, Люси позвали. Мало того, что концерт классный, мы еще и вот о чудесном приложении узнали, в общем-то. Об этом и многом другом, друзья, 23 ноября пойдет речь в клубе Изи Москов, в московском. Ну и, конечно, смотрите расписание гастролей. Иваново, Ярославль, Вологда, Белгород, Курск, Орел, Краснодар, Таганрог, Ростов-на-Дону. Все подробности в интернете. Сейчас у нас маленькая пауза, но потом мы продолжим. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Продолжается программа, продолжается концертный зал на телерадиоканале «Страна-ФМ». Группа «Дайте-2» у нас сегодня в гостях и сейчас песня. Группа «Дайте-2» у нас сегодня в гостях. Группа «Дайте-2» у нас сегодня в гостях. Как по асфальту пускать по себе Незакрытые дештальты, победные марши Смея ест свой хвост Глупо пытаться Кого-то спасти А секрет так прост Больше любви, меньше ненависти Больше любви, меньше ненависти Больше любви, меньше ненависти Больше любви Больше любви, меньше ненависти Классно полцарства за целый мир Разделяй, но не властвуй Движения плавные, главное все согласны На все соблазны Важно держаться маршрута И не переспрашивать дважды Когда повезло и молчишь за пределами слов Потому что всего не расскажешь Смея ест свой хвост Глупо пытаться Кого-то спасти А секрет так прост Больше любви, меньше ненависти Больше любви, меньше ненависти Больше любви, меньше ненависти Больше любви Больше любви, меньше ненависти Смея свой хвост Глупо пытаться Кого-то спасти А секрет так прост Больше любви Меньше ненависти Больше любви Меньше ненависти Больше любви Больше любви Меньше ненависти Классно Дайте два Гораздо будет больше Этой самой любви дайте два Спасибо большое Людь, дорогая, что нужно, чтобы родилась песня? Тебе нужно пообщаться с кем-то Тебе нужно, не знаю, закрыться Сходить в лес Услушать какую-то историю Своих музыкантов или друзей Все нужно Все нужно Жизнь идет, она такая и есть Неизвестно, какой ее сегмент может вдохновить Иной раз закрыть глаза на секунду достаточно А вообще, самый главный песнеобразующий элемент Это необходимость ее написания Например, едем в тур Сейчас бы новую песню Пожалуйста Но это ты, получается, ставишь задачу перед собой И сама же с ней справляешься Вот алхимия Это наука, бред Книжная история Какая-то выдумка Или что? Ну это неофициальная наука В нашей стране Во всяком случае То есть получается, что Сочинение музыкальных композиций С нотами и словами Это тоже неофициальная наука Это сочинение песни С нотами и словами Все очень и очень просто У тебя как случился первый опыт вот этой алхимии? Первую песню, когда ты написала И что это было за произведение? Ой, дошкольные годы Там что-то о животных было Давайте сейчас не будем То есть совсем-совсем маленькая была девочка Про землю пингвина, скорее всего Нет, там, видимо, что-то я еще тогда могла не знать А вот кошки и собаки уже были как-то в доступе Но ты и кошек и собак любишь, да Ну и все, и с тех самых пор Вот не было ни дня без строчки В общем-то Все и покатилось, да И скажи, ну это такой может процесс Что ты просто Да не буду записывать И все, и не буду Куда-то там ни диктофон, ни в листочек Или тебя эта песня добьет обязательно Нет, Люся, возьми и запиши Будет назойливо у тебя крутиться Вот здесь, пока ты ее не воплотишь, так сказать Такие разные ситуации были Каждый раз праздновала Все, да, двух одинаковых примеров не бывает Ну, раз такое количество у тебя написанного уже материала Наверняка есть, наверное, такие люди на планете Артисты, коллеги твои по сцене Которые, может быть, исполняют песни твоего сочинения Обязательно Например, у группы Лори-Лори есть песня Домой Там я писала часть текста Потом еще одна Ты что там, я сонграйтер Ладно, каюсь, грешная Ну, конечно Вывели на чистую воду, да Так Ну, это всегда интересно очень Это история про то, что к тебе приходят музыканты и спрашивают Да, Люсь, покажи, что у тебя там из свеженького А может, из лучшего И тут нужно уже врубать не тот сегмент образования, который музыкальный А который лингвистический Надо понять богатый внутренний мир артиста И вот для него специально Отразить его, да И прямо вот Это как наушники с рифмой Тейлор-мейд вещь и так далее То есть получается, как вот одежду шьют по человеку Так же и песню по артисту Слушай, конечно А эти просто певцы, которые, они же тоже очень капризны Они же тоже будут говорить, что это не мое Я не могу, я не понимаю, как это Змея ест свой хвост В смысле змея? Почему она ест хвост, понимаешь? Вот самопой, да? Напиши мне другое Расскажи, сотрудничество у тебя с многими коллективами Алиса, 2517, Лори-Лори, Ласкало и так далее Большой список, да Это ты писала песни туда? Или как? Вот расскажи, да Тут три варианта Я уже забыла, с кем в каких музыкальных связях находилась Но это, видимо, или бэк-вокал Это Константин Кенчев бэк-вокал Да, Константин Кенчев бэк-вокалил Либо запись скрипки, опять же Либо продюсирование партии струнных Или сонграйтинг и попытка некие слова туда написать Сейчас, в настоящее время, с кем ты работаешь? Кому ты что-то пишешь? В настоящее время, в основном, для группы Дайте Два И у нас еще есть практически этим же составом Но чуть-чуть все по-другому Группа Country Hell Там мы играем кантри-рок с английскими текстами С твоими же? И ты тоже фронтвумен? Нет, нет, нет Я там игрок на скрипке и бэк-вокалист Ага, понятно Но пара текстов моих тоже есть Горжусь и радуюсь И там прям настоящие ковбойские песни Про детка запрыгивает в багажник моего грузовичка И тут тоже я приду Люсь, ну значит, совершенно нет тебе никаких рамок у тебя И значит, вполне возможно, мы тебя потом увидим в каком-то другом жанре еще Скажи, может быть это, например, не знаю, хип-хоп, айрон-би, может быть шансон, может быть соу А почему нет? Я писала однажды скрипку в шансон, так понравилось Класс, а кому не помнишь? Это украинская такая певица Сано Ей большой привет Говорят про Тежелепса И Лепсу тоже большой привет Ну мы знаем, кому принадлежит там скрипка Давайте вернемся от разговоров к музыке Следующий трек, Люся, объявляй Называется «Коко Шанель» Вот к слову о шансоне Поехали Действительно Я подарю тебе цветы на день рождения Я укушу себя за локоть, стану лучше Вся жизнь уроки экстремального вождения Надежда только на статистику и случай Дела не важны, даже ангелы устали Легко советовать, но трудно не бояться Когда в затылок течет вороненой сталью Так просто спутать кофе-брейк Это не ядство Коко Шанель умерла от бескусицы Столь утонченная смерть мне не нравится Все это крик в пустоту, все получится Я свою бреку мечту все исправиться Я позвоню, как только нагуляюсь в полю Не забывай, я родилась совсем недавно Я черно-белый мячик на футбольном поле Пускай пинают, я-то знаю, кто здесь главный Глаза горят, сверкают звезды на погонах Увы, в слепящем блеске все непостоянно Но почему-то в битве тигры и дракона Всегда и всюду побеждает обезьяна Коко Шанель умерла от бескусицы Столь утонченная смерть мне не нравится Все это крик в пустоту, все получится Я свою бреку мечту все исправиться Я разрешаю заслужить мое прощение И в порс-мажорном случае точно буду рядом В коктейле зависти, любви и восхищения Я предпочту не добавлять ни капли яда Мне так ленивы интересные моменты Переносить в лабораторные журналы Но я слежу за чистотой эксперимента И вот опять реприза, снова все сначала Коко Шанель умерла от бескусицы Столь утонченная смерть мне не нравится Все это крик в пустоту, все получится Я свою бреку мечту все исправиться Коко Шанель умерла от бескусицы Столь утонченная смерть мне не нравится За это крик, пустоту, всё получится Я с фабрикой начну самим справиться Всё получится Всё получится Всё получится Всё получится И получилось великолепно! Да, Люся, царица строгого режима Расскажи, пожалуйста, как появился такой хэштег в твоей жизни? Потому что ни у кого такого не было Так и что? Как вообще? Она забила его сразу Строгого режима, потому что, как мы пять минут назад выяснили Шансон слегка интегрировали Так, так Да-да, интересно Ну, как иначе А тёща почему? Ой, это уже без меня произошло, точнее, ещё без меня Это нелепое недоразумение Но оно прижилось А виновники наказаны, скажи? Виновники одарены шоколадными конфетами Это ещё был период шоколадных конфет То есть, всё-таки, ты благодарна Не пи это толком То есть, ты благодарна как раз Ну как, тёща, это же мать жены Это матушка любимой женщины Мудрый, уважаемый человек Как будто в той вселенной, где ничего не накручивают Понятно А вот в анекдотах это, как правило, та женщина, которую хотят обязательно умертвить Это ложь Это нет такого в жизни, Саш Ты что? Тёща, это тёща А добрая барыня Рома, конечно, понимает, что тёща Рома может смотреть Привет небольшой А ко мне добрая барыня в пятак дала Это ребята сейчас улыбаются с пониманием дела, скажи? Думаю, без Без понимания, да, просто Давай по альбомам Сколько у команды уже альбомов И сейчас же идёт работа над следующим, правильно? Сейчас пишется, практически прямо сейчас, сборник лучших песен Точнее уже даже сводится, у нас две студийные сессии остались И переходим на этап сведения и потом уже на этап выпуска, наконец-то Это такой наш долгострой из 16-го года Ну, это сборник лучших песен, значит, это те песни, которые уже знают, да, ваши поклонники И они были выпущены в разное время А всего альбомов... Ой, не считали Ну, четыре, получается, больших альбомов, да? Нет Три пишки Четыре, пять Три пишки, это верю Так, все зависли Четыре больших и четыре сингла Скорее всего, так и есть По какому принципу отбирались песни? Вот кто решал, что это лучшее, а это не очень? Это нельзя назвать лучшей Решали уважаемые коллеги А, по группе Коллеги по группе, да Мы думали, может быть, тоже там какие-то группы другие Какие-то музыканты другие по сцене Ты делала рассылку, ребят, проголосуйте там за песни и так далее Люсь, ну и когда ждать? О, мы уже три года отвечаем на этот вопрос Да, ну... В ближайшее время Это самый хороший ответ, конечно Поэтому, я думаю, раньше мы выпустим сингл И все будет хорошо И еще один клип снимем Все будет хорошо Это название сингла? Нет А это посыл общий по вселенной Все отлично, хорошо Как называется песня, которую сейчас мы послушаем? Роуминг Ой, в роуминге Давайте, поехали Все отлично, хорошо Вкус фунта, отменяю заседание Хардкорные хунты Брейдни, уэлл, человек к человеку Друг, товарищ и волк Работать не волк, лох это ходить И не дичь, кому спущу я жизнь Кому лайф из-за пич Вижены в усны, нет смысла Не стоит чаще менять угол Обзора луны No hurry, don't worry me Я все равно буду вовремя Там где надо, а пока в руках Пока в ноги в море, don't worry me No hurry, don't worry me Я все равно буду вовремя Там где надо, а пока в руках Пока в ноги в море, don't worry me Эт скайпал, атлант расправил Треть и панч, Танни, Старкс И нарк, ретейктер, брейк Как хэдшот, перед чекпоинтом Дерзко, вербеду, мобили Вектор берг, сверг, май Липс, ол, аспект Солнце над головой Это не сон для своих львов Паутину часовых поясов Don't stop, don't stop No hurry, don't worry me Я все равно буду вовремя Там где надо, а пока в руках Пока в ноги в море, don't worry me No, no, no hurry, don't worry me Я все равно буду вовремя Там где надо, а пока в руках Пока в ноги в море, don't worry me Пыльные будни, холодное лето Пыльные будни, холодное лето Там где надо, а пока в руках Пока в ноги в море, don't worry me Don't worry, don't worry me Yeah, don't worry me Don't worry, don't worry me Да То есть оливковое или подсолнечное Об этих историй не было у нас еще Все-таки, значит, пошел какой-то эффект обратный Нет, надоело просто Употребляться Люська, ну расскажи, пожалуйста, что это Зачем это? Во-первых, для начинающих артистов Давай вот прежде всего Лорм-нафи и косметологи говорят, что полезно Так Оливковое лучше А дозировка какая? Тепленькая, холодная, неважно Немного Это перед исполнением, да? Или перед занятием вокала Так уже же отменили такой метод Мнения разошлись Одни говорят надо, другие не надо Я думаю, вроде помогает, а вроде не совсем Больше вопросов вызывает Не надо, говорили производители сливочного масла, естественно Вероятно Да Ой, а что, производители коньяка говорили? Вообще лучше не знать Ну это знаменитый скандал, да Конечно Еще кофе, чай, там война вообще же Люсь, ну ты, получается, прям отслеживаешь все тенденции Все, что впаривают, ты это с удовольствием, значит, и на себе тестируешь Лучше на других, конечно Лучше бы ты вот на старом добром коньячке, наверное, оставалась, наверное, мне кажется Сейчас мы какую-то тайну открыли, Людь, нет? Питерская школа рок-н-ролла прибавила громко сейчас страны ФМ Нет, я вообразила, что бы было и если Я просто не умею пить крепкие напитки, я сразу иду читать стихи и спать Класс, какие стихи появляются? Цветаева? Нет Что? Сонат Шекспира, это у нас семейная Давно не выпивала, поэтому помню, что When in disgrace with fortune in man's eyes, I all alone believe my outcast state А дальше забыла Пожалуйста, в следующий раз подготовься Я постараюсь Это очень классно Это именно с коньяком В сочетании только не В общем, ты теперь как бы вообще чистая, да, в этом смысле Ничего, я имею ввиду сейчас перед исполнением Ну, что, горячий чай, кофе, водичка, что, хорошее настроение, не знаю, какая-нибудь жвачка ментоловая Хорошее настроение, конечно И все, самое главное И чайку И чайку, возможно, и все И тогда связочки работают, все хорошо, все, все отлично Ну, тоже совет, что не надо ничего глотать, глотать, глотать Берегите здоровье, друзья И желудки, в первую очередь По поводу клипа на песню, которую мы только что послушали О, это было великолепно Расскажи там, да, как вообще работалось Были люди, которые тебе говорили, Люся, надо сделать так, стать здесь Или ты все процессом руководила Как там у вас устроено было? Там были профессиональный режиссер и профессиональный оператор Но поскольку это мои друзья и остальные все Они все подчинялись Друзья и добровольцы Нет, у нас была анархия Шатания по центру Москвы, веселые Вы же видели, какие мы там с подругами прекрасные Это, кстати, все барышни, друзья мои, добровольцы Они сами на это подписались Танцевать в париках и в черной коже И мы перемещались по центру Москвы Были счастливы, прекрасно провели этот день День закончился часа в два ночи Еще я впервые столкнулась с таким великолепным понятием, как шапка Шапка – это когда клип еще не вышел Но съемки уже закончились и надо веселиться Где-то полвторого Со мной еще дубли доснимались какие-то А я поняла, что уже это шапка То есть одна камера уже стоит, да, и тебя снимает Нет, там была камера одна на капоте моего автомобиля Я водила ночью в темноте в солнечных очках машину Мне было страшно А на парковке, где у нас вся аппаратура была скинута Там уже начиналась шапка Шапку не снимали, а то, может быть, клип бы целый получился Так у нас фильм о фильме есть Вот, да Кадры из так называемой шапки вошли Просто новое слово выучила и горжусь Да, тем более, что оно вроде как такое хорошо знакомое всем А имеет еще одно значение Прикольно Насколько ты любишь узнавать что-то новое? Ну, мы так понимаем, что человек, который много чему учился и учится Сейчас что-то изучаешь? Может быть, какую-то дисциплину? Несмотря на то, что новое Вот шапка – это хорошее новое Слово ворвань тут узнала, оно не очень крутое Еще узнала слово бня Вы знаете, что такое бня? Это абсолютно прилично Нет, нет Так вот, бня – это такой мусор пылевого типа, который скапливается в уголках карманов А, это бня, да? Ты подумай, а Ты посмотри, что это умеет, оказывается, даже свое какое-то слово Вот просят, что лучше – шапка или бня, я скажу Конечно, шапка Ну, то есть есть люди в лингвистических вузах, да, которые сидят Что изобрел сегодня? Бню изобрел Давайте это осмыслим, сделаем маленькую паузу Да Студия 89,9 Концертный зал Ведущие – Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, команда «Дайте два» в гостях у телерадиоканала «Страна АФМ» И мы хотим «Дайте нам песню» Хорошо Что это будет? Называется «Против всего» В шестнадцатом году вышла и до сих пор людям нравится Ну, значит, будет жить вечно О нас не хотят говорить, но не могут молчать Они хотели зарыть нас, не зная, что мы семена Наша задача ясна Наша цель – выживание за крайню добра и зла Они хотели разбить нас, не зная, что мы – это сплав И пусть пойдет тот, кто слаб, но не мы с тобой Говори со мной Смотри на меня И вместе мы стоим Против «Против всего» Против «Против всего» Когда ошибки не удались, страсти не улеглись Они хотели забыть нас, не зная, что мы это факт Мы как зема, мы как извержение вулканов, дожди, восход и закат Они хотели любить нас, не зная, что нам наплевать Мы просто здесь и сейчас, вопреки всему, говори со мной Смотри на меня и вместе мы бы стоим Против всего Против всего Против всего Против всего Когда счет идет на минуты, нас обеяндит сад Когда время быть долбануто, ты меня шагом назад Говори со мной Смотри на меня и вместе мы бы стоим Против всего Как континенты Против океанских вод Мы с тобой Против всего Против всего Не эпилог, а очередной эпизод Не все против нас, но мы Против Против всего Мы против всего Мы с тобой Против всего τί Вопреки всему Извините, ради бога, не против будете, если мы объявим группу «Дайте 2». Мы не против хорошей музыки, друзья. Спасибо. Команда «Дайте 2». Значит, дайте, пожалуйста, вот какой комментарий. Что за спецгости 23-го будут у вас на концерте? 23-го ноября давай напомним. 23-го ноября, да. Клуб «Изи Москл». Из тех, кто уже точно сказал, что да, мы придем и вас поддержим, это группа «Элиси» целиком. Очень хорошие, прекрасные люди, отличные музыканты, очень нестандартное, крутое звучание. Что-то пишешь им? Как вообще? Нет. Пока только дружим, да. Так, дальше. И Родион Лубенский из группы «Голос Америки» придет. Ну что, отлично, хорошо. Тем более, что вы сами по себе интересны. Остальные еще уточняются. Секрет пока, секрет пока, пока секрет. Ну не секрет, а там как назначат концерт, не назначат. Да понятно, понятно, это же надо накануне с ними уже созвониться. Все же пока признаменитые, поэтому объявим чуть позже. Лесечка, дорогая, ну ты в музыке и в шоу-бизнесе не вчера, да. Ребята тоже все у тебя с огромнейшим опытом, колоссальным опытом. Скажи нам, пожалуйста, свое видение современной музыки. Мы сейчас не говорим, выкуп, там, про рок-тусовку, если так можно выразиться. Ребята сразу со спины схватились. А вообще, в целом, Россию-матушку вот так вот посмотреть, что происходит? Ну расскажи, твое мнение. Земля-то целиком, Россия-матушка от всей планеты все меньше и меньше отличается, что не может не радовать. А вообще, нынче постапокалипсис, как мы можем видеть. И в шоу-бизе тем паче. На примере российского шоу-бизнеса можно было это увидеть очень ярко, колоритно. В прошлом году, когда мы обнаружили, что все схлопнулось в точку сингулярности, и Киркоров и Шнуров делают теперь примерно одно и то же. Что будет дальше, Люсь? Дальше будем мы. Вот. Вот, наконец-то мы узнали. То есть любой постапокалипсис, это же шанс как-то по обломкам проползти и посмотреть, что сейчас произойдет. Ну когда ты говоришь про мы, это ты кого имеешь в виду? Дайте два. Дайте два. Ну не можете же быть только вы, и все, и все остальные 500 тысяч артистов куда-то канут. А дальше кто с нами дружить будет, те молодцы, и кто не будет, те в точке сингулярности. Слушайте, такая точка зрения у нас звучит впервые в нашей студии. Вот такой прогноз. Ну что уж, он имеет место быть, конечно, мы. Барня добрая, поэтому сегодня такой прогноз. И теща какая хорошая, да. Мы поздравляем тебя с наступающим днем рождения, потому что там вот в ноябре, не знаю, увидимся или не увидимся, 20-го числа, друзья. А 23-го приходите на концерт. Подарками. Поздравляйте. Да. А что лучше? Ну кто с цветами и конфетами? Что ж? Да-да-да-да, как раз и про подарки. Я хотела спросить, что лучше нести ты с собой? Ой, самое лучшее это прийти по билету и купить много-много мерча. Понятно. А дальше мы сами выберем, какие именно цветы и конфеты мы будем не пить. Замечательно сказано. Весь мерч на сайте, друзья, очень богатый выбор. И, ребята, вам большое спасибо. Ну что, все ждут, конечно же, альбом. Пусть он выходит. Ждем новинок, премьеры, отличного концерта. Ну а Россия ждет в своих городах с концертом группы «Дайте 2». Потому что тур когда стартует? Какого числа? В октябре стартует, Александр. Да, 18-го Иваново и дальше Ярославль, Вологда, Белгород, Курск. И покатились. Спасибо за нашу встречу. Мы очень рады и знакомству, и встречи. Правда, классные ребята, классная команда, Люсь. Ну и ты умница невероятная. Ну и что у нас будет по данным? Песня «Октябрьская революционная» в честь начала тура. Называется «Виво ле революцион». Уху! Виво ле революцион. Это мир спасут мод Сребеение сердца в черствах чувствуется острее Дорогу ворсен загрот отряд стрелянных быстрее Пока успеваем keep straight Начинать никогда не поздно, never too late В градиентах серого смешаны ингредиенты Слова сварила аренденте Тьма отдаст свет улучшает Я снова придет момент! Коктейль молотова, вивольная революцион Вечная молодость, литератический сон Цикута для Сократа, вивольная революцион Вечная жизнь тому, кто не был спасен Сырый русский правды, вивольная революцион Я тебя слушаю, расскажи мне все Этот мир спасут монстры от монстров Но по-старам, почини себе стран для пасарана Этот мир спасут монстры Добро пожаловать к нам в кольцо Обнял в гости бензин-канистра Вопросы зодка решаем быстро На свой риск и свой страх И не важно, чем острые углы сглаживать Или не сглаживать Вечное тело каждого 21-й век в апокалипсисе Задача не гореть, когда тебя будут ЖИТЬ! Коктейль молотова, вивольная революцион Вечная молодость, литератический сон Цикута для Сократа, вивольная революцион Вечная жизнь тому, кто не был спасен Зай! Я тебя слушаю, расскажи мне все Этот мир спасут монстры от монстров На пузырах, почини себе стран для пасарана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо!